ЖК Олимп. Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. Подвели итоги работы за год и наши ветераны. На днях делегаты от первичных ячеек участвовали в ежегодном пленуме. По традиции он прошел в окружном доме ветеранов. Несмотря на пенсионный возраст, активисты ячеек – настоящие бойцы и оптимисты. Они представляют интересы 77 ветеранских организаций и объединяют 25 тысяч человек. Без старшего поколения не обходится ни одно городское мероприятие. У нас основное направление было нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи, празднование 30-летия ветеранской организации области и района. Это очень большая была проведена работа, где мы обсуждали работу всех ветеранских организаций. Они в строю победного марша. В авангарде акции «Посади лес» на сцене творческих конкурсов. Они за здоровый образ жизни и за патриотическое воспитание молодежи. Уроки мужества и встречи с ветеранами давно вошли в традицию школ. Но помимо бесед в списке немало и полезных дел – ответственность за состояние воинских захоронений на наших ветеранских организациях. Также в прошлом году клинские ветераны стали побратимами – стульскими. И этим летом уже готовятся к визиту гостей. Глава округа Алена Дмитриевна, администрация города, поддержали нашу инициативу. И поэтому летом нам нужно их принять, поделиться опытом нашей работы, показать город, исторические места наших ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Они привыкли быть на передовой и не бояться задавать самые неудобные вопросы. Активисты уличкомов и домкомов, участники общественных слушаний и публичных встреч. Без них невозможно представить жизнь округа. Это отметила в своем приветственном слове глава округа Алена Сокольская. Завершился пленум по традиции в формате вопрос-ответ. Как показала практика, топовый для ветеранов темы – содержание дорог, тарифы ЖКХ и экология.